В Минусинске В Деревне же выросло, значит пейзаж и природа это все родное, поэтому вот где-то что-то навеяло. В Енисейске открылась выставка декоративного творчества «Подзоры из бабушкиного сундука». Витя, Витя, Витя! Работаем, руками поработаем! В спортивные игры в Шушенском прошел первый этап районных соревнований «Сельская Нива-Красноярия». Каким будет город Бородино через пять лет? Что нужно сделать на территории районов для благоприятного проживания молодых семей? Как социокультурное развитие региона влияет на экономику? На эти и другие вопросы искали ответы участники деловой игры. Главы районов, специалисты молодежной политики, культуры и спорта. Умение творчески подходить к решению задач, мыслить не шаблонно. Способность создавать новые алгоритмы и идеи. Семинаристы разбились на команды, а помогали им эксперты, представители Министерства региона Сибирского федерального университета. Впервые Бородино стал площадкой для проведения уникальной креативной экспресс-сессии. Я думаю, что это престижно. Польза в любом случае есть, потому что... Но когда от работы тебя отрывают, заставляют думать немного по-другому, для города это всё равно привлечение новых людей сюда. И это престижно само по себе. На семинаре бородинцы поделились своим опытом участия в мероприятиях по развитию территории. В прошлом году команда города обучалась в московской школе Сколково. Гостям и экспертам глава Александр Веретенников озвучил программу развития Бородино на ближайшие пять лет, как образец для дальнейшей работы, например, в районах. Семинар даёт возможность продумывать стратегию развития района, задуматься над теми задачами, которые мы перед собой ставим, и попытаться вот в такой деловой игре найти пути решения. Чтобы развиваться, необходимо объединяться. Появление разнообразных межмуниципальных проектов позволит территориям шагнуть далеко вперёд. Совместные проекты, общие задачи, цель этого семинара – научить территории работать на благо региона всем вместе. Сегодня не только человеку в одиночку, наверное, выжить сложно, но и территории, с учётом наших бюджетных процессов законодательства, ограниченности ресурсов, перетока, в том числе трудовой миграции, жителей из одной территории в другую. Поэтому мы говорим, что нужно понять, чем может Бородино быть интересен Каннскому району, чем может Бородино быть интересен Рыбинскому району и наоборот. Как могут в эту систему взаимоотношений вписаться не с точки зрения изъять какие-то ресурсы, а наоборот привнести, усилить, эффекции энергии, вот есть такое понятие, да, привлечь сюда эту территорию, как я уже называла, Рыбинский, Саянский, Рыбейский, может быть, ещё другие. В Минусинске облагораживают центральную улицу. От улицы Тимирязева до Народной запланирован ремонт асфальтового покрытия. Заменят бордюрный камень. Появится новый зелёный газон. Для обеспечения безопасности пешеходов вдоль улицы Абаканская на разделительной полосе будет установлено ограждение. Сохранятся все действующие пешеходные переходы. Отвод талых и дождевых вод будет осуществляться через систему ливневых стоков. Специалисты городского хозяйства высадят не один десяток декоративных видов зелёных насаждений, лиственных и хвойных пород. Действующая так называемая «живая» изгородь пришла в негодность. Все работы по благоустройству планируют завершить 1 августа. Во-первых, ей уже более 40 лет, она в плохом состоянии. А во-вторых, у нас очень много предписаний органов ГИБДД по поводу того, что плохая видимость на пешеходных переходах. На этом квартале от Народной Датимирязи у нас находится 5 пешеходных переходов. Из них 3 регулируемых и 2 нерегулируемых. Поэтому не зря, наверное, этот участок и был очагом аварийности. Посещение стрельбища – один из самых интересных пунктов в пятидневной программе учебных сборов по основам военной службы для десятиклассников. В этом году в сборах принимают участие 187 ребят из 9 зеленогорских школ. Пожалуй, самая интересная часть посещения стрельбища – собственно, сама стрельба из автомата. И пусть патроны холостые, подержать в руках настоящее боевое оружие, нажать на курок и услышать оглушающий звук выстрела поднимает адреналин. В помещении крытого тира расположились учебные места по изучению средств радиосвязи и сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова. Очень интересно было. Больше всего понравилось, как стрельба. Ну, хоть даже и простые патроны были, но все равно интересно было. В дальнейшем пригодится. Кто-то хочет в военное поступить, кто-то еще куда. И это пригодится очень. Занятия не просто ознакомительные. По итогам сборов полученные ребятами знания проверят и оценят. Для них военнослужащие организовали шесть учебных мест. Как правильно переносить, надевать противогаз и при этом попробовать уложиться во временной норматив, школьники узнали на учебном пункте по радиационной, химической и бактериологической защите. Уже на следующем учебном месте ребятам предлагают экипироваться в тяжелые бронежилеты-каску и отработать навыки метания гранаты на дальность. Такая одежда усложняет задачу в разы, но в условиях настоящего боя может оказаться незаменимой для спасения жизни. После сдачи зачетов они получают оценки, которые идут в итоговые оценки по курсу основы военной службы. Соответственно, эти данные передаются в военкомат. На основе их учащимся выносится та или иная категория пригодности к тому или иному виду вооруженных сил, роду войск, ну и, соответственно, с учетом их уровня здоровья. В завершении трехчасовой программы посещения стрельбища школьники подкрепились настоящей солдатской гречневой кашей. Впереди у ребят поезд кавканскую часть истребительно-авиационного полка, где, помимо прочего, пройдут стрельбы из автомата уже настоящими боевыми патронами. Также в программе сборов встречи с ветеранами вооруженных сил. Большая помощь со стороны городских учреждений и организаций, участие действующих воинских подразделений позволяют проводить сборы на высоком качественном уровне. Уверены в управлении и образовании. У нас очень много практики. Из пяти дней сборов, я бы сказала, больше 50%, это точно, это практика. То, чего, например, нет в других территориях. Потому что многие превращают сборы в чисто теоретические занятия. У нас два дня ребята будут находиться в воинской части. Сегодня вот в этой воинской части, а завтра в городе Канске. Завершаться пятидневные сборы муниципальным этапом военно-спортивной игры «Сибирский щит», по итогам которой сформируют сборную команду Зеленогорска для участия в финальном краевом этапе игры. Подзоры из бабушкиного сундука. Под таким названием в Енисейской детской художественной школе открылась уникальная выставка декоративного творчества. Здесь представлена старинная вышивка. Мы решили наших мастеров поспрашивать, есть ли у них старина. А оказывается, у всех мастеров есть. И не только мастеров, а у жителей города. Хоть у кого-то ручничок сохранился, у кого-то вообще коллекцию делает. И салфеток, и подзоров. У слова «подзоры» есть разные значения. В данном случае имеется в виду украшение, которое пришивалось к простыни и висело между кроватью и полом. В экспозицию вошли более сотни предметов. Это и скатерти, и куклы, и даже половики. Посетители могут увидеть всевозможные техники рукоделия. Вышивка крестом, гладью, решилье, вологодское кружево и золотное шитье. Самый старинный экспонат – рушник начала 20 века. С ним связана история, в которой фигурирует Александр Колчак. Когда Колчак отступал, и он шел через Емельянова. А так как у бабушки дом был на задах, не на центральной улице, а на задах, они с обозом вставали у нее во дворе. И ночевали одну ночь. И вот какая-то барышня там, ну она из какой-то свиты, кто она, что она, мы не знаем. Ну, это моя тетя маленькая была, пять лет ей было. И вот она утром проснулась, умылась, и вот этот рушник она оставила на память тети моей. Предметы для выставки передали полсотни енисейцев. Нина Сумина принесла свои картины. Вышивать она начала еще в середине 20 века, когда была маленькой девочкой. Вышивала в основном цветы, а потом как-то перешла, ну в деревне же выросла, значит пейзаж и природа это все родное. Поэтому вот где-то что-то навеяло, ну могу композицию, допустим, сама составить или где-то какая-то фотография. Выставка подзоры из бабушкиного сундука будет работать в художественной школе до сентября. Посетить ее могут все желающие, как жители, так и гости города. В Шушенском проходит соревнование в рамках первого этапа краевых спортивных игр «Сельская Нива Красноярья». Этот турнир своего рода – смотр наших спортивных резервов. В праздники здоровья принимают участие команды от общественных организаций, учреждений, предприятий, а также все желающие жители Шушенского. 150 мужчин и 20 женщин состязаются в девяти видах спорта. Победители сформируют команду для участия в финальном этапе краевых соревнований «Сельская Нива Красноярья». Уже 20-х по счету, которые пройдут в Шушенском в первых числах июня. Если на беговых дорожках соревнуется в основном молодежь, то на площадке городошников в меткости и точности ударов ветераны не уступают более молодым спортсменам. На стадионе «Урожай» идут соревнования по лёгкой атлетике, городкам, прыжкам в длину и мини-футболу. И параллельно определяются чемпионы в спортивном зале физкультурно-спортивного центра. Свои медали разыгрывают мастера настольного тенниса, шахматисты, гиревики и любители армрестлинга. На мини-футбольный турнир заявилось рекордное количество команд – 12. Занявшие первые места в трёх группах выходят в финал трёх. Турнир показывает, что шушенский футбол прогрессирует. Количество команд радует. Сизинцы, синеборцы, суботинцы упорно повышают уровень игры. Азартно играет команда сельхозколледжа. Очень интересно смотреть на команду «Энергия». Много борьбы и адекватно жёсткой игры. Многие участники сходятся во мнении, что необходимо летнее первенство района. Отмечают профессиональное судейство. В итоге тройка призёров выглядит так – звезда «Империя Дю США».